Ну и в качестве финального этапа мы проведем воспроизводимый эксперимент. Для этого нам нужно знать, что Mininet представляет некий API для работы. Ну, сам Mininet написан на Python, поэтому API питоновский. API можно разбить на три уровня. Низкоуровневый, среднего уровня и высокоуровневый API. Ну, высокоуровневый вы видели, когда мы Mininet запускаем и пишем топология такая-то. Вот, одним словом, высокоуровневый. Среднего уровня это, где мы объекты делаем и в объект добавляем вручную хосты, свечи и так далее. А в низкоуровневом, собственно, вот эти все хосты, свечи и линки, они живут отдельно, они даже не объединяются в единую сеть. Ну, каждый уровень имеет право на жизнь и в разных случаях удобно использовать один или другой. Ну, в части в скриптах обычно ориентироваются на API среднего уровня. Он достаточно гибкий и заменяет промежуточное, между высоким и низким уровнем занимает. Ну, вот пример низкоуровневый API. Видите, просто вот как программа идет. И мы задаем переменные. Собственно, генерим все, что нужно. В среднем уровне у нас уже задается объект net, то есть вот мини-нетовский объект. Мы с ним работаем. И после того, как мы задали его элементы, запустили этот объект, мы можем, например, запустить разные режимы. Вот кли это режим командной строки. И API высокого уровня. Это, собственно, вот у нас топология какая-то строится, где уже все описано. И дальше мы создаем сеть уже на базе какой-то заданной топологии. Ну, для передачи, для повторного использования это удобно, да? Но если вы делаете один эксперимент, то повторное использование – это не то, к чему вы стремитесь. И, наверное, IP среднего уровня – это самое подовое и наиболее широко применяемое. Ну, вот у нас, прости, еще топологию давайте сделаем. Мы ее на основе вот этого экземпла сделаем. Так, вот у нас… Так, давайте у нас вот… Вот он мини-нет лежит. Вот порт empty-нет. Вот у нас простой. И мы с помощью него сделали вот топологию. Значит, из чего она стоит? Тут у нас комментарий идет в тройных кавычках. Это многострочный комментарий. Тут у нас это не комментарий сам себе, это комментарий к функции. То есть, описывает предназначение функции. Это такая у нее конструкция, у функции у всех. Тут мы некоторые кусочки мини-нета загружаем. Ну, вот сейчас-таки сам мини-нет контроллер. Не нужен нам контроллер. Загрузили и загрузили. Он, как я и сказал, для более общего случая нужен. Когда мы управляем с помощью контроллера Командному интерфейсу коммутаторами. Ну и уровень информативности лога. То есть, мы лог получаем, мы какую-то информацию. Значит, тут мы создаем объект мини-нет с контроллером. Добавляем контроллер. Он у нас, опять я говорю, не играет никакой роли. Но вот, для общего понимания мы пишем. Создаем два хоста с именем определенным и IP-адресом. Значит, добавляем коммутатор. Добавляем линки между коммутатором и хостами. Запускаем, собственно, эту сеть. Далее, командную оболочку. И потом останавливаем сеть. Вот тут у нас общее описание того, что у нас есть. Давайте сделаем каталог под этот проект. Проект. Сделаем каталог. Иди. Перекинем туда. Порг. Так. Так. А, не перечитала. Спериал. Вышли. И заново зашли. Так. Так, я-то неправильно катал. Work. Lab. Hyper. Вот он. Ничего не пойму. Есть. И. Вот так вот. Зависает иногда клиент. Просто и не обновляет каталоги, которые там у нас есть. Вот он. Да, не обновил каталог. Вот просто переписали вот этот файл. И давайте запустим. Do. Python. FILE. Вот запустилась команда интерфейс. Давайте видеть, как выглядит. То есть, вот у нас H1 из Rn0 к S1 из Rn1. H2 из Rn0 к S1 из Rn2. Линки мы посмотрим. Вот как у нас работает. Ну и dump. Дамп таким образом выглядит с информацией об IP-адресах и идентификаторах процесса. Ну вот, собственно, вот так вот у нас запустилась наша топология. В принципе, мы можем какие-то тонкие настройки сделать. Ну, например, получить IP-адрес, MAC-адрес, задать IP-адрес и MAC-адрес. Ну, в частности, вот можем напечатать IP-адрес и MAC-адрес первого хоста. Давайте мы выйдем и добавим сюда... Ну вот, запустили сеть. И перед тем, как в командный режим перейти, вот напечатаем эту информацию. Давайте. У нас выдат. Вот, у нас в командный режим перешел, а перед этим он написал IP-адрес и MAC-адрес хоста 1. Ну, я думаю, что вам не заставит труда добавить MAC-адрес и IP-адрес всех хостов. Кроме того, мы можем задавать производительность. То есть, вот у нас еще дополнительный класс TC-линк. С помощью него мы можем, ну, во-первых, для виртуальной машины долю CPU, которая данный хост занимает. И на линках мы пропускную способность в мегабитах, задержки, очередь, сколько пакетов на линке, процент потери. И используем, собственно, дисциплину обслуживания. Вот тут вот токен-бакет иерархический. Да, вот заметим, да, что размер очереди он в пакетах. И в байтах, килобайтах и так далее, а в пакетах. Ну, и попробуйте добавить данную информацию в этот скрипт. Это вы сами сделаете, я думаю. Это очень просто и посмотрите, вручную эксперимент запустите и посмотрите, как будет вести себя IPERF в этом случае. Ну, и в конце концов мы сделаем полный эксперимент. А именно, командную часть запускать не будем. Вот у нас на линке мы поставили ограничение 100 мегабит и задержка 75 микросекунд. Большая задержка, конечно, да. Вот так, играемся. Вот мы запустили на втором хосте генератор трафика в серверной моде. Минус D это означает, что он отсоединяется от терминала и не держит его. А минус 1 означает, что после одного соединения он выключается. Дальше, ну вот тут проблема, то что время на запуск тратится. Если мы напрямую запустим клиента, то он не найдет сервера. Поэтому мы добавили класс «Импортируем работу со временем» и добавили время ожидания 10 секунд. А тут у нас KMD print вместо KMD для того, чтобы... Для отладочной информации. То есть мы видим, что происходит. После того, как отработает клиент, сеть у нас останавливается, и мы выходим из рабочего интерфейса. Итак, давайте свой каталог сделаем. И первых вот он появился. В него мы копируем вот этот наш файл. ЛС фото. Ну и давайте запустим его. Посмотрим, что он в результате нам даст. Вот у нас линки. Лог у нас, информативный лог выдает, какие линки. Значит, по две записи на линк, потому что у нас линк двунаправленный. И вот у нас запустился сервер для генератора трафика и клиент генератора трафика. Завершилось. Давайте пока посмотрим. Вот у нас наш JSON, собственно, появился. Ну, теперь построим графики из нашего файла результатов. Вот они, графики. Давайте мы перекинем их сюда. Опять не перечитала. Вот перечитала. Вот пропускная способность у нас. Вот уже реальные какие-то значения. Не гигабиты там. Значит, ну и чтобы нам проще было работать, мы добавим makefile. Наверное, знаете, мы еще к нему... Так, вот он makefile у нас. Заготовочка. Удалим результаты моделирования. И запустим make. Ай. Да. И запустим make. Как он сейчас вот должен отработать. Генератор трафика отработает. Вот, генератор трафика отработал. И мы сгенерили результаты. В моменте мы еще сюда добавим или clean. И... Удалим... Удалим... JSON... CSV... И... Удалим каталог results. Ну, вот мы и clean давайте сделаем. Он спрашивает. Вот все. Все удалили. Все. Ну, вот таким вот образом. Мы, собственно, провели полный эксперимент. Это воспроизводимый эксперимент. То есть любой другой человек может его воспроизвести. И у него будут тоже те же самые результаты, которые у нас. Ну, вот, пожалуй, и все. Ёлдинон. Ну, вот, ага. Ну... Ну, вот, ага.